Дорогие мои друзья, я хотела вам показать, как у нас продвигается урок по созданию выкройки брюк. Но наша техника стала нас немножко подводить и получилось не слишком-то качественно. Получилось очень много коротких видео. Мы их решили объединить в одно. Я, конечно, вам их покажу, но прошу вас только понимать, что это не учебное видео. Попытаться построить за нами эти брючки, пользуясь только этим видео, вам не нужно. Ниже под этим видео я вам оставлю ссылку, как строить правильно выкройку, учебный материал, где обстоятельно, без всяких девочек, без всякой группы. Я вам все это подробно рассказываю. Это находится в этом же прелести. То есть я вам ставлю ссылочку, вы туда пойдете и посмотрите. А к этому видео отнеситесь просто так. Оно просто для настроения, для атмосферы, чтобы вы видели, как это все у нас происходит вживую. Но не более того, прошу вас не воспринимать то, что будет показываться дальше, как учебное видео. Потому что это получилось не слишком достойное и желаемое качество. Всего хорошего, мои хорошие. До свидания. Так, смотрите, мои хорошие, у нас брючки нарисованы прямые с вами, да? Почему я у Наташи померила ширину брюк внизу? ШБН. Потому что у нас у каждого разный размер стопы. Я придумала такое, ну такое что ли, как бы небольшое правило, да? Что вы, для вас прямые брючки будут тогда, когда ширина брюк внизу будет равна длине вашей стопы. Чтобы вы могли уравновесить большой размер, допустим, более широкой брюченкой внизу. Чтобы не было вот этого контраста. Чтобы ваши брючки были более пропорциональны, гармоничны именно к вашему телу. Если у вас будет 33 размер ножки, там 23 сантиметра или 22 сантиметра, вы сделаете ширину брюк внизу 22 сантиметра. Это для вас будет база. Понятно? Но это не значит, что вы будете шить только такие брюки. Вы можете менять вот эту, не можете, а должны будете менять вот это вот все, да? Вот это желание свое, сегодня широкие, завтра узкие, послезавтра прямые просто оставлять. И уже выходить на ту форму брюк, которая вам реально нужна. Любые брюки будут также претерпевать и этап моделирования, конечно. То есть пока сегодня построим прямые, а потом будем делать. Еще, а потом уже такие, какие вам надо. Еще смотрите, точно вы должны знать следующее, что если вы делаете брючки прямые, так, как сейчас, да, если вы делаете брючки прямые, то ширина брюк внизу равняется длине стопы. Это мы уже поговорили. И длина брюк в этом случае должна закрывать ваш каблучок на половинку. Допустим, каблучок у вас 6 сантиметров обуви. Вы должны прибавить к длине брюк половину этого величины, то есть 3. 106 до пола прибавите 3, получится 109. Будете записывать себе в построении уже 109. Если у вас брючки расширенные книзу, да, то есть вы их делаете обязательно больше, чем ваша длина стопы. Если длина стопы в нашем примере 24, то расширенные брючки будут начинаться от 25, 25, 26, 28, 30. И расширенные брюки выручают таких, как я, например, маленьких ростом, да. Я делаю себе расширенные брючки, надеваю туда большие танкетки какие-то высокие. И всю эту танкетку высокую я закрываю, естественно, длиной брюк, да. И в этом случае, если у меня ширина брюк больше, чем ширина брюк, ширина моей стопы, я буду закрывать каблук целиком. Допустим, 10 сантиметров каблук я сделаю плюс 9 к своей мерке, чтобы буквально 1-1,5 сантиметра не доходило до пола. Так принято. Это будет правильно. Поэтому нельзя одни и те же брючки сегодня носить с туфлями, а завтра с кроссовками. Вы должны четко их разделять и уже от этого делать все, что вам надо. Так? Понятно? И прибавки. Значит, запишите, пожалуйста, прибавки на свободу облегания. В нашем случае, как мы уже говорили, мы сделаем их нулевые. Значит, прибавка по талии будет 0 и прибавка по бедрам будет 0. Но если вы используете правильную ткань, а правильная ткань это всегда ткань стрейчевая немножко, биоластичная, то вы сразу записываете ПТ и ПБ равно минус 2. И как я уже вам говорила, если ваши бедра, допустим, 50, я напишу сразу 48 и буду строить, уже откладывать 48. Никуда больше не применяя эту минусовую прибавку. И точно так же по талии. Если у меня талия 38, я запишу 36 и начну построение таким образом, каким мы начнем сейчас мы с вами. Понятно? Итак, начинаем строить. Вся исходная информация теперь нам известна. В левом нижнем уголочке строим прямой угол с вершиной в точке Н. Только в этот раз нужно взять 7 клеточек с краю. 7, 8. Отступите от края. Снизу? Нет, слева. 7, 8 слева и одну клеточку снизу. Поставьте точку Н. Так. Так. 7 и... Угу. Так, Ниночка, давайте. Вот такой вот у нас уголочек получился влево. Точка Н. У всех так? Угу. Это наше начало. Подписываем сразу все точки, как обычно. Точка Н. Теперь от точки Н вверх откладываем. Какую мерку? 5 метров. Длину изделия. 106. 106 у нас, да? Находим 106. Откладываем. Смотрите, чтобы вверху, у кого узкие эти короткие тетрадки, у вас... Танечка, возьмите себе меньше гораздо, потому что вверху 100, допустим, возьмите. Не входит брюченка. Где будет 100? Здесь. Вот здесь. Здесь пойдет нормально. Понятно? Вверху должно быть место. Точка... Так, Наташа, у вас тоже нету. Ниже опуститесь. Опуститесь прямо вот на ту клеточку, вот на эту. Да, будет точка Т. Все, выбрали точку Т. Подписываем, Настя, подписываем. Точка Т. От точки Т вниз откладываем высоту сиденья. 25. Так, так. Точка Я. От точки Я вверх откладываем одну треть мерочки Т Я. Говорите вслух. Три. То есть 25 разделить на три, получается 8 и 3. Точка Б. Это получится линия бедер у нас. И от точки Т, талия опять, вниз, мы откладываем длину брюк до колена. Сколько? 56. Правильно. Точка К. Так. Сделал сам, проверю соседа. Чтобы все было одинаково. Я, видите, сегодня снимаю, не могу каждого обижать и заглянуть в ваши тетрадки. Давайте, помогайте тихонечко себе. Ага. Так. Теперь проводим горизонтальные линии. Внимание, делайте, как я. Через линию, через точку Т проводим горизонтальную линию влево и вправо. Через точку Б проводим горизонтальную линию влево и вправо. Через точку Я проводим горизонтальную линию только вправо. И через точку К проводим горизонтальную линию только вправо. После этого карандашик ставим в точку Я. От точки Я начинаем построение. Это область ягодиц, линии ягодиц. От точки Я вправо откладываем половинку бедер. Сколько? 25. Внизу пишем точку Я1 мелко и внизу. Будет очень много цифр, букв всяких. Надо их называть так, да, хорошо. Из точки Я1 вправо откладываем одну десятую СТ талии. 3,8. Точка будет Я2. Пишем вверху Я2. Карандашик ставим в точку Я2. В обратную сторону. Пошла опять съемка. Ну, не знаю, что из этого получится. Ладно, что будет, то и будет. Что-то взяла, перестала уже тут мне показывать. Так, мы построили вот такую вот картинку наверху брючек, да. Теперь оформляем линию талии у наших брючек. Для этого поставьте карандашик в точку Т1. Вниз 1 см. Точка Т11 пишем справа. Из Т11 влево проводим горизонтальную линию до стрелочки. И немножко эту стрелку пересекаем. Не до бокового шва, а до стрелочки. Т11, Настя, веди линию. Так, вот так. И чуть-чуть подальше. Еще чуть-чуть. Вот так сделаем, да. Понятно? И на этом уровне мы будем с вами строить талиевую выточку. На брючках талиевая выточка будет у нас выбираться от 1 до 3. Возьмем среднее значение. 2. Значит, от серединки стрелка, это является серединкой нашей, да, влево и вправо откладываем по одному, да. И вниз 6-7 см. На стрелке работаем, прям по стрелке. Не от верхней линии, не от талии, а вот уже по сниженной вот этой линии работаем, да. И оформляем треугольничком нашу обычную выточку. Понятно это? Угу. Хорошо. Так, Аню поправим. Угу. Анечка, рисуй. Так. Ну, все верно. Молодцы. Теперь смотрим на мерочку талии. Смотрим на мерочку талии. Она у нас какая? 38. Половинка пойдет. Давайте ваши тетрадки покажем. Отлично, хорошо все. Так, это у нас Таня, это у нас звезда Лена, она очень хорошо работает. Это наша Наташенька, которая не побоялась ничего. Да, 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 да. Вот так вот. Так, девочки, итак, у нас 38 нужна нам талия. Да? Мы делим ее пополам, потому что половинка пойдет на переднюю половинку, половинка пойдет на заднюю половинку. Получится сколько? И мы уже 2 сантиметра отложили на выточку. Значит, к 19 надо прибавить 2. 21. И взять в руки циркуль. Сделать радиус равным 21. Угу. Поставить ножку циркуля в точку Т11. Это линия талии. Т11. Так. И этим радиусом сделать засечку влево на линии талии. Аня, молодец. Точка Т3. Так. Вот. И Настя тоже молодец. Точка Т3. Теперь эту точку Т3 соединяем с левой стороной талиевой выточки. Возьмем наше любимое лекало, которым мы оформляем боковые швы. И соединим точку Т3 с точкой Б вот таким лекалом. Аня, молодец. Умница. Угу. Так. Т3. Угу. Правильно. Только переверни лекало наоборот. Нет. Лежала правильно. Аня, ну помоги человеку. Выпуклой стороной это пуклая сторона. Вот так надо. Вот. Лови. Бедро. Мы оформляем бедро. Оформляем бедро. Пропал теперь карандаш. Короче, нервирует над съемкой. Ага. Нормально. Рисую. Чем может быть. Все хорошо. Ну вот. Смотрите, что у нас получилось. У нас получилась вот такая как бы наверху юбочка. Ну, там. У меня полторы. А как это так умудрилось? Где полторы клеточки? От этой же точки. Леночка, где полторы клеточки? Ну и пусть полторы. У нас боковая выточка получилась разная. У меня полторы клеточки. У девочек две. Да не важно. Это ваши разные. Это разные карандаши. Карандаши это разные у вас. Нормально. Похоже на правду. То есть сейчас мы не гонимся за какой-то точностью. Мы понимаем с вами суть. Правильно? Потому что тут и циркуль. Итак, мы продолжаем. Чуть совсем коротенькие пошли видео наши. Мы построили с вами верхнюю часть наших брючек. Теперь мы работаем с нижней частью наших брючек. Ставим карандашик в точку N1. Н1. Запишем прямо около этой точки ширину брюк внизу в кружочек. Сколько она у нас? 24. 24. На брючках, Настя, пишем 24 в кружок. Где Н1, подождите? Это линия стрелки. Почему у меня Н2 тут стоит? Н1. Вот здесь тоже К1. И там К1, правильно, Лена. Это везде диктовали ядер, у них налипили. Нет, В2 правильно. В2 правильно. В4. К1, Н1. Простите. Это просто Валя. Да, дальше. Леночка, 24. Укало Н1 пишем на брючках. Всегда указывайте здесь ту ширину брюк, которую хотите получить. Потому что именно эта величина будет задавать вам разную форму. Сегодня хотите прямые, завтра меньше 24 возьмете, сделайте зауженные брючки книзу. Послезавтра сделайте больше 24. Понятно? То есть вот здесь вы всегда, когда вы построили верх, он похож на юбочку у нас получился, да? Вы начинаете работать с линией низа и строить вот этот наш низ. Понятно? И так у нас сегодня 24. Поэтому еще что, какая особенность? Обычно передняя половинка у брюк всегда делается уже, чем задняя половинка. И поэтому 24 мы будем делить пополам хором и отнимать 1 сантиметр. Вот эту величину вы откладываете от Н1 влево и вправо. По 11. С левой стороны, да, будьте внимательны, да, точка будет внизу, пишем Н2. С правой стороны пишем Н3. Еще нюанс. Если брюки прямые, вы хотите сделать их прямыми, то ширину брюк в коленочках выбирайте такую же, как внизу. В данном случае они у нас прямые. Поэтому от точки К1 на уровне коленочек мы влево и вправо откладываем тоже по 11. Будут точки с левой стороны К2, с правой стороны будет К3. И соединяем ярко между собой К2Н2, К3Н3. Это понятно? Мои хорошие, если вы хотите брючки зауженные к низу, то в коленочках они должны быть какими? Относительно линии низа. Больше, чем та величина, что вы выберете внизу. А если вы хотите брючки получить расширенные к низу, то в коленочках они какими должны быть? Наоборот. То есть и вот так, манипулируя вот этими двумя значениями, вот этими мерками, вы выбираете и строите ту форму, которая вам нужна. Понятно? А мы двигаемся дальше. Тоненько соединяем точку Н, вернее К2 и Б. К2 и Б. Тонко по линейке, не закончено еще построение. Так? И так же тоненько соединяем Я2 и К3. Измеряем отрезок Я2 и К3. Сколько получится? 31. 31. Делим пополам, 15 с половиной ставим точку. Через эту точку проводим вспомогательную линию горизонтальную, насквозь, побольше, за пределы выходить этой брюченки влево и вправо. Да, вот такая, правильно, Настя. На этом уровне, как правило, принято наши брюченки чуть-чуть делать поуже. Как бы приталивать в области коленочек. Это... Так, мы приталиваем в области коленочек, и эта величина обычно в стандартных брючках 0,5-0,7 сантиметра. Поэтому от точек пересечения откладываете вовнутрь по 0,5. Давайте начнем это с бокового шва. Да, Настя правильно делает. Поставила точку. Вот. И эту точку никак не называем. Ярко ее, Настя, соединяем с точкой В и с точкой К2. Давай, соединяй ярко. Я тебя снимаю ярко. Вот так вот. Раз, правильно, молодец. И два. Вовнутрь, да. И то же самое проделываем мы с шаговым швом. Сейчас мы работаем с шаговым. От точки пересечения мы 5-7 миллиметров и ярко оформляем с точкой К3 и Я2. Мои хорошие, мы закончили оформление передней половинки. Оформите это все, пожалуйста, цветным карандашиком, потому что задняя половинка будет строиться поверх передней. А пока вы это делаете, я буду вам рассказывать, что происходит у нас в жизни. В жизни это будет происходить так. Дома вы сделаете эту выкройку по своим меркам на большой миллиметровке. Один к одному. Кто будет шить. Кто не будет шить в ближайшее время, тот сделает это в тетрадке. Я рассказываю, как мы работаем, когда вы хотите эти брючки уже шить. То есть они у вас есть на миллиметровке. Вы приходите сюда. Я у вас это проверяю. Вы мне показываете ткань. Показываете свое техническое задание. Я все это проверяю. И вы, может быть, поправляется эта наша выкройка каким-то образом. Затем вы дома переносите на миллиметровку переднюю половинку брюк. И заднюю половинку брюк. У вас дверь крупных деталей. И на ткани вы работаете уже с этими выкройками, снятыми на кальку. Понятно? Вот так вот мы работаем. Я на самом деле краю эти брючки сразу на ткани. Сначала вырезаю переднюю половинку. А потом укладываю на соседний, как говорится, кусочек ткани свободной. И уже строю поверх передней половинки строится задняя половинка. Поэтому мы сейчас с вами обводим то, что у нас получилось. И поверх этой половиночки будем строить заднюю половинку. Так принято работать с брючками. Посмотрите, как у Насте красиво получилось. О, Настя молодец. Так, Наташенька, вон какая красота вышла. Вот и передняя половинка готова. А выбрали Нина. Смотрите, какая красивая, четкая работа. Очень мне очень нравится. Аня очень хорошо. Ну и девочек там мне не достать. Не буду бегать туда-сюда, чтобы камера-то не тряслась. Сейчас опять закончится работа. Все, мои хорошие. Еще разочек. Посмотрите на свою переднюю половинку. Именно вот эта форма будет у вас получаться в ткани. Если вы хотите форму другую, в этот момент вы другую форму и должны увидеть. Понятно? То есть, что хотите и согласуйте вот эту вот, что получилось, да, с тем, что живет в вашем сознании, в вашей головке. То есть, что вы хотели увидеть, вы сейчас это должны увидеть на бумаге. И только после этого, то есть, выбираете форму брюк при построении передней половинки. И только построив переднюю половинку, убедившись, что это форма, проверив себя, что это именно то, что вы хотели получить, вы начинаете строить заднюю половинку. Итак, начинаем строить заднюю половинку. Для этого карандашик ставим в точку, вернее, измеряем отрезочек Т2, Т1. Т2, Т1. Сколько сантиметров? По верхней стороне, Настя, Т2 наверху точка. Нет, вот она. Ну, 9 у тебя, да? Делим пополам. 4 с половиной. Точка Т4. Ой, Т4, Т4, извините. Т4. Так. Вниз опускаем 1 сантиметр на линию талии передней половинки брюк. Точка Т5. Именно Т5 нас интересует. Соединяем точку Т5 и Я3. Где точка Я3? Вот она. И, да, от Я3 через точку Т5 проводим отрезочек. И продолжаем его вверх, Настя, еще выше. Вот так. Это начало шва сидения задней половинки брюк. Понятно всем? Да. Мы выбрали шов сидения задней половинки. Я опускаю сегодня определенные нюансы. Как обычно делаю это всегда, когда мы строим с вами базу. Когда вы будете прорабатывать эту тему дома, вы их прочитаете и мне зададите вопросы. Что, как и почему. Хорошо? Потому что мне сейчас важно, чтобы вы уловили общую схему. Вот. Это мы начало отметили. Получилась точка у нас Б3. Ставим точку Б3. Нет, бедра пересеклись. Б3. Ага. Рядом напишите слово баланс. Там, где выкройка у вас кончилась. Вот здесь, да. Пишем баланс. Равен. Всегда определяется баланс. Вы знаете, что задняя половинка шва сидения брючек, она должна быть всегда побольше, чем передняя. Правильно? И вот это определение этого баланса как раз помогает эту задачку нам решить. Поэтому от точки Б, вернее, баланс равен 1 десятая СБ, минус 1,5. Получится. Бедра у нас сколько? 1 десятая это 5 сантиметров. От 5 отнять 1,5. Получится 3,5. И этот баланс мы будем откладывать на линии шва сидения задней половинки 2 раза. Первый раз от точки Б, 3, да, вверх по нарисованной линии 3,5, точка будет Б, 4. Тут линия бедер будет начинаться для задней половинки брюк. И второй раз от точки Т, 5, вверх, 3,5, точка будет Т, 6. Работаем с линией бедер. Так, просмотрите друг у друга. Все все поняли? Никто не заблудился? Наташенька в своем уголочке. Все прекрасно. Ну вот, двигаемся дальше. Теперь внимание, мои хорошие, сейчас пытать вас буду. Опять к вам вопрос. Нужно найти ширину брючек по бедрам на задней половинке. Для этого надо посмотреть, какая у нас ширина брюк должна быть. По меркам брюк ширина по бедрам СБ чему равно? 50. А сколько у нас получилась ширина брюк на передней половинке? Откуда мы это знаем? Настя, бери линейку. Измеряем. Какой отрезочек? Б. Б, Б, 1. Да. Да, совершенно верно. Да? Угу. Вот. Значит, Б, Б, 1 у нас оказалось. Мы его ведь нигде не откладывали, да? А нам надо два... А нам надо... Этот же кусочек пытаемся обвести, соединяя точки Т, 7 и Б, 5. Вот так. Рисуем. Настя, рисуй правильно все. Рисуй. Все, молодец. Так ты лекала-то приложи. Так. Все. И сделай круглое бедро. Да, 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 Лена, да, Таня, да, да, да. У меня идет разный целый. Ты незначительный. Аня, молодец. Так. У меня вообще нет разного, но оно же бедро. Да, 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 да. Хорошо, девочки, у всех все нормально. Ага. Все. Танечка догнала? Да, вроде да. Они очень ровные, но получилось. Подождите. Еще маленькие. Ничего, подождите еще. Это такие мерки. Будут мерки другие, будут линии другие. Согласитесь, да? Дальше работаем. Измеряем отрезочек. Сейчас линии сидения немножко поработаем. Измеряем отрезочек Я4, Я3. Сколько вслух говорим? 9. Правильно. И его откладываем, эти 9 сантиметров, от Я3 вправо. Точка Я5. Пишем вверху. Все. Делаем остановку. Теперь работаем по линии низа. Значит, смотрим, какая ширина брючек внизу должна быть. Делим пополам. И прибавляем 1 сантиметр. По 13 влево и вправо от точки какой? Н1. Влево 13 сантиметров. Настя, влево, ты вправо пытаешь. Вот сюда 13. Точка Н4. Внизу пишем. И вправо 13 сантиметров. Точка будет Н5. Внизу пишем. В коленочках повторяем. Да? Потому что у нас брючки прямые. И вообще должна заметить такую важную вещь, что ширина брюк до области колена всегда идет именно вот в таком виде. То есть задняя половинка параллельно передней половинке по боковым и шаговым швам. И отстает от нее на 2 сантиметра. Вверху они будут разбегаться эти линии. А внизу всегда параллельно. До коленочек всегда ровненько. Тоже будет К5, да? Да. И там тоже К5 соответственно и К4. Все. Настя молодец. Посмотрите. Вот такая картинка у нас нарисовалась. Теперь тоненько соединяем точку ЯК5. Настя, где К5? Вот она. И точку Я5. Тоненько соединяем. Это шаговый шов. И тоненько соединяем К4 и Б5. Это боковой шов. Хорошо. Теперь нам нужно сделать прогиб небольшой по боковому шву. Вот на том уровне, на котором мы с вами делали два предыдущих прогибчика вовнутрь. Тут же 0,5-0,7. Такой же маленький. Нет, это слева, Леночка, не наделаем. Слева. Да, такой же делаем маленький прогиб крохотный. Боковой шов вот тут слева. Вот. Ну, ставь, пожалуйста, точку. Нина, покажи. Это коленки. Ой, вот. Где бы там. Это бедро. Вот на этой линии работаем. Да. Давай ставь. Вот. Ну, правильно, правильно. Влево. Вправо теперь. На левой стороне вправо. Вовнутрь прогибы делаются. Не галифыши мы строим. Вот сюда. И эту точку ярко соединяем, девочки, с коленочками. То есть, точкой какой? С точкой. Нет.